Большой хоккей на канале Спорт. ЦСКА Акварс. Четвертый матч полуфинальной серии российской хоккейной суперлиги. 2-1. Впереди в серии Казанский Акварс. Две домашних победы. 5-2 и 4-2. Победы достаточно уверенных и не вызывавших сомнений. Многих навели на мысль, что все вполне может завершиться достаточно быстро. Что действующий чемпион и победитель регулярного сезона настроен как можно быстрее выиграть эту серию, чтобы получить передышку в несколько дней. Особенно на фоне полуфинала между Магниткой и Авангардом, который обещал затянуться. Но приехав в Москву, хоккеисты Казанского Акварса неожиданно для многих пристали не столь быстрыми, не столь мобильными и не столь безупречными. Как в двух предыдущих встречах. Напротив армейцы, которые в Казани эпизодически демонстрировали игру, которая позволяла бы рассчитывать им на успех. Третью встречу провели очень и очень удачно, агрессивно, напорисно на протяжении, по сути, всех 60 минут. И заслуженно победили со счетом 3-2. Счет в серии стал 2-1. По прежнему в пользу казанцев. Но армейцы сегодня в случае победы вынудят проводить и пятый полуфинальный матч, который станет решающим. Ну а в случае победы казанского Акварса сезон для московских хоккейных клубов завершится. 2-1 в серии ведет казанский Акбарс. Одно единственное изменение в составах двух команд, о нем чуть позже судят сегодняшнюю встречу. Вячеслав Буланов, которому помогают Иван Зибинин и Алексей Шемякин. Ваши комментаторы Александр Ткачев и Александр Пашков. Добрый день, уважаемые любители. Хоккей вбрасывание, игра началась. Пошли первые секунды, первые минуты первого периода, четвертый во многом определяющий встречи полуфинала. ЦСКАУ стремится вперед. Проскакивает ворота. Проскакивает армейский форвард. Егор Михайлов. Да, и Михайлов. Проскакивает ту точку, откуда можно было наносить бросок. Казанцы отбирают и выходят в контратаку. Ну, можно сказать, что по первой смене расстановки не изменились. Первые звенья один против другого начали матч. Зиновьева против звена Япончинцева. Это уже устоявшийся вариант. По-моему, четвертый матч, Александр, таким образом начинается. Редким исключением вообще в течение всей встречи первые звенья будут встречаться друг с другом на льду. Что касается единственного изменения в составах обеих команд. Вместо защитника Михаила Тюляпкина сегодня появился, вернулся в состав Андрей Первыйшин. Вот, пожалуй, единственное изменение, о котором действительно имеет смысл говорить. Просто потому, что все остальные тройки нападающих. Пара защитников без изменений. Четвертая игра за пять дней. Естественно, это серьезное испытание для физического состояния хоккеистов. Особенно, если учесть, что это не первая, а третья серия. И физическое состояние хоккеистов наверняка будет сказываться по ходу встречи. Первая вспышка эмоций, ну, собственно, продиктованная тем, что едва не досталась голкиперу армейцев Константину Семчуку. Да, возможно, что это вот эта вторая минута, которая сейчас подходит к концу. Показала, что, как мы знаем, в самом начале, как он обычно это делает, добиться успеха. Вчера это ему удалось практически с ходу. Он повел в счете. Сейчас Акбарс, видимо, пытается повторить вчерашний успех первых минут. Но там был маленький нюанс, достаточно с другой стороны важный, что ЦСКА заработал штраф на старте встречи. Ну, тем не менее. И предоставил шанс Акбарсу. Но, тем не менее, Акбарс всегда отдает предпочтение вот этому шквальному натиску в начале игры, который во многом определяет и конечный результат встречи. По всей видимости, ожидает нас с вами то, что мы видели на протяжении большей части матча этой серии. За исключением, по сути, первых двух периодов второй игры в Казани, когда обе команды действуют в атакующем ключе без, собственно, каких-то попыток сыграть от обороны. Сейчас опасный момент возникает у ворот Семчука, как следствие ошибки армейцев в своей зоне. Да, но, судя по всему, такого темпа, ураганного темпа, который мы наблюдали во вчерашнем матче, наверное, ожидать не приходится. Четвертая игра все-таки? Да, игроков. Силы не беспредельны. И, наверное, сегодня большое значение будет иметь правильные тактические действия и замыслы тренеров. Большое значение может сыграть в случае, если будут удаления в большом количестве. Потому что в данном случае это вполне может оказаться фактором не только с точки зрения заброшенных шайб, но и фактором, исходя из того, что лидеры команд будут задействованы еще больше. Напомню вам звенья команд, как они выглядят. Первая тройка ЦСКА. Касауров, Епочинцев, Немировский. 25-й, 8-й, 81-й. У Акбарса первая тройка. Морозов, Зиновьев и Зарипов. 95-й, 42-й и 25-й. Ну и сейчас на льду у армейцев тройка Упера. Упер, Симаков и Жарков. 36-й, 14-й и 71-й. Что касается Казанцев, у них на льду третье звено тоже. Алексей Бадюков, Дмитрий Кизионов, Александр Головин. 55-й, 67-й и 79-й. Небрежно играет. Платил. И вот здесь сейчас с трудом Симаков исправляет его ошибку. Но средний темп в четвертой минуте, средний темп и явно не получается бурное начало у Акбарса. Смена идет по ходу и у той, и у другой команды. Чешская пара защитников была на льду у ЦСКА. 7-й Мартин, Ждербак, 38-й, Ян Платил. Появились хоккеисты первой пятерки. Япончинцев, Касауров, Немировский и защитники Корнеев и Родин. 22-й и 48-й. Не получается пока, по сути, ни у одной из команд за эти уже практически 4 минуты провести сколько-то серьезную позиционную атаку. Моменты, которые были либо в результате атаки схода, либо в результате уже ошибок, допущенных соперникам своей зоны. Вот Зиновьев, очень тонкий пас на Зарипова, который едва, чуть-чуть не дотянулся до шайбы. Но зацепились казанцы за зону атаки. Главная заслуга в этом Зиновью. Он выруливает буквально перед Санчуком. И первое удаление. Да, добивается Зиновьев удаления. И сейчас Акбарс получит, как мы не раз говорили, допинг. Допинг в одного лишнего игрока. А это очень много. Привычная картина. И вчера мы наблюдали проблемы с секундомером. Вот только сейчас остановили время на электронном секундомере. Соответственно, сейчас, видимо, придется его возвращать в секунду этот на 10 назад. Ну а что касается удаления, Вадим Япончинцев отправляется отдыхать. Никитенко, Добрышкин, Штрабак и Лямин. Выявляется четверка у армейцев. У Акбарса вторая пятерка. Степанов, Терещенко, Воробьев. Ну, в 30-й, 27-й, 11-й. Ну, характерный ход для Белевединова. Сначала звено с Воробьевым, который основательно терзает оборону. Ну, прямо перед этим свою смену еще проводила первая пятерка, к тому же. Передача был бросок к Первышину. Да, пошли броски. Уже первые травмы. Шайба попала в ногу Никитенко. Он с трудом сдерживает боль, занимая свою позицию. Попытка разорвать все-таки оборону армейцев. Длинные передачи с фланга на фланг. Опять Воробьев. Вот сейчас ищет дальнего защитника, но все-таки играет с ближним. С ближним, с Первышиным. Первышин Воробьеву, но уже нужен бросок. Да, опять. Снова Никитенко бросается под шайбу. Добрышкин не успевает первым на шайбу. И, соответственно, опасный момент мог бы возникнуть. Но, тем не менее, в итоге все-таки сумели армейцы выбросить шайбу из зоны. Быстро меняется. Вся четверка появляется. Белов, Уклер, Симаков. Симаков входит в зону. Бросок рядом со штангой проходит шайба. Степанов смотрит, смотрит, ищет. Где партнеры? Пока он один здесь против трех соперников. На помощь Зарипов. Но армейцы защищаются. 45 секунд еще остается играть. В меньшинстве хоккеистам ЦСКА пока что, за исключением первых 30 секунд, когда уверенно контролировали шайбу в чужой зоне хоккеисты второй пятерки Акбарса. В дальнейшем у армейцев получалось избегать каких-то проблем в собственной зоне. Но сейчас уже на льду в полном составе. Первая пятерка. Она сумела забраться в зону. Платил. Выбросил все-таки шайбу из зоны. Показалось, что остановил Раймонд Жрую. Тем не менее, все-таки на несколько сантиметров. Но покинула она пределы зоны армейцев. 22 секунды еще играть командам в неравных составах. Наставник армейцев и по совместительству сборной России был на ваших экранах. 6 минут и 6 секунд отыграли команды. Очень большое значение будет, безусловно, иметь фактор первой заброшенной шайбы. В случае, если Акбарс сумеет. Акбарс, который, тем не менее, несмотря на то, что не Ахтикак получается, но все-таки стремится играть иначе, чем вчера. Стремится демонстрировать и навязывать собственную волю. Если сумеет отличиться первым Акбарс, один будет сценарный план, скажем так. Ну, а если армейца забросит, то здесь, возможно, совсем другие варианты. Тем паче, что игра армейцев очень и очень сильно зависит от того, насколько кисти ЦСКА смогут опять сыграть безупречно, выложившись более чем на 100% и продемонстрировать все абсолютно, на что они способны. Закончилось штрафное время удаленного. Армейцы в полном составе. Акбарс на седьмой минуте продолжает безуспешные попытки получить инициативу. Но армейцы временами выскакивают в острые контратаки. Не так крепка и надежна оборона Акбарса сегодня в начале матча. Четвертое звено армейцев. Паршин, Никулин и Широков. Двадцать седьмой, двенадцатый и пятьдесят второй на льду. Денис Паршин с острого угла наносит бросок. Мико Норанин ловит шайбу, фиксирует ее в бросовании у ворот Казанцев. Ну, для ЦСКА сейчас после двух минут игры в меньшинстве, как бы оно ни было, сложно или легко, тем не менее важно перевести игру в чужую зону, все-таки поатаковать с точки зрения того, что какое-никакое, но небольшое игровое преимущество у Акбарса по этим первым семиминутам было. Появляется Зеленой Михайлов, Никитенко и Добрыжкину ЦСКА. У Казанцев четвертая тройка. Юньков, Обухов и Мусатов. Девятнадцатый, тридцать четвертый и семьдесят третий. Никитенко отправляет шайбу за ворота. Борьба за шайбу. Все в пределах правил, по мнению арбитров, с которым не соглашаются вновь, как и вчера, заполненные трибуны ледового дворца ЦСКА. Казанцы опять пытаются начать атаку, такую широко раскатываясь крайними нападающими, но длинный пас не проходит. Армейцы перекрывают длинные передачи и моментально организуют ответ. Попадает шайба в Разина после броска Егора Михайлова. Еще раз Михайлов набрасывает шайбу на пятачок. Ну и на этом свисток арбитра останавливает встречу, предоставляя возможность хоккеистам ЦСКА поиграть теперь в большинстве. В прошлом матче ни раз и ни два команды сумели реализовать большинство, сумели забросить, в том числе и решающую шайбу. Армейцы провели именно в большинстве. Так что не исключено, что сегодня реализация лишнего вполне может оказаться одним из ключей к победе. Для хозяев ли, для гостей увидим не меньше, чем через 50 с лишним минут. Наверное, следует сказать, что все-таки темп явно не вчерашний. Наверняка усталость и наверняка эти удаления, которые сейчас вот мы наблюдаем первые восемь минут. Восемь минут их уже было достаточно для начала матча. Говорят о том, что игроки сегодня во многом могут решить судьбу матча, именно вот удерживаясь в рамках правил или реализуя ошибки соперника в этом смысле. Игра в большинстве, мне кажется, может сегодня приобрести решающее значение. Серещенко и Степанов пара нападающих Акбарса, достаточно успешно контролировавшие шайбу на протяжении пары десятков секунд. У армейцев остается еще минута 15, теряет шайбу Япончинцев. На льду первая пятерка. Касауров, Япончинцев, Немировский, Корнеев и Родин. У ЦСКА вот только пока ничего не получается. Смена пошла по ходу. Появился Белов. Ну, Япончинцев забрасывает, но неудачно, неудачно Казанцы просто выбрасывают шайбу. Даже нет намека на удержание, на вот это вот сокращение штрафного времени. Зиновьев обороняется с Морозовым. Положение вне игры, конечно, там. Появилось только-только на льду у армейцев Завино Паршин, Никулин, Широков. Кстати, неплохо смотревшийся в прошлом матче при игре в большинстве. В их распоряжении еще 48 секунд. Но, правда, теперь придется начинать все из своей зоны. У Казанцев обороняются Морозов и Зиновьев в Рожкин и Жиру. Так что первая пятерка за вычетом Дани Сазарипова на льду у Казанского Акбарса. Широков набирает скорость, вошел в зону. Заехал уже за ворота. Ну, вошли в зону, встали, но пока вдвоем. Очень мало места им для того, чтобы что-либо сделать. Перевод. Перевод на Белова, который неоднократно бросался с этой точки в прошлом матче. Несколько раз это было достаточно опасно. Но вот и сейчас пришлось вступать в игру Викина Оронину. 15 секунд остается у армейцев всего-то на игру в большинстве. Шайба в зоне Симчука. Сергей Зиновьев, напомню, именно он заработал для своей команды игру в большинстве уже сегодня. Так что осторожно с ним действовал Денис Маршин. Вот-вот появится пятый игрок у Казанцев. Открывается калитка, выскакивает на лед Михаил Юньков. Армейцы тем временем добрались до чужой зоны. Широков борется за шайбу. Против него Казионов. Борьбу выигрывает, отправляет шайбу за ворота. Яновак, Бадюков и выходит из зоны Казанцы. Аккурат. Середина первого периода. 0-0. Я бы отметил, помимо не очень высокого темпа по сравнению с предыдущими матчами, я бы отметил и невысокое количество реально голевых моментов за первые 10 минут. Потому что, вот, смотрите, невысокий темп, быстрое катание и очень плотная средняя зона. Это решает действия команд неожиданностей. Поэтому и опасных моментов по существу набирается немного. Вот, нужно добавлять скорости, но, видимо, сил нет. А может быть, пока еще мотор не включился. Знаете, как бывает, что вчерашний матч еще накладывается на сегодняшний. Где-то нужно какое-то время, чтобы организм пришел в рабочее, привычное состояние. А может быть, нужна заброшенная шайба? А? А может быть, нужна заброшенная шайба? Может быть, да, допинг в другом смысле. Может быть, удачный какой-то успех. Может быть, в этом смысле гол. Лямин и Штербак. Пара защитников ЦСКА. Появляется на льду Никитенко. Добрышкин и Михайлов. Ну, Никитенко хорошо проскальзывает одного. На втором почему-то решил тоже сделать то же самое. Но потерь и... Вообще, много очень потерь при прохождении средней зоны. Действительно, она очень плотная сегодня. И здесь много-много ошибок. Еще одно удаление сейчас будет у гостей. Да, Семчук пытался... Не успел Семчук добежать до собственной скамейки. Только-только разогнался, уже пришлось разворачиваться. 11.23 на электронном табло. Две минуты штрафа. Зарабатывает Казанский Акварс. Да, в каждом матче... И Обухова может, в принципе, обойтись. Акварсу достаточно дорого, исходя из того, что еще относительно недавно команда играла в меньшинстве. Если армейцы сумеют успешно сейчас провести эти две минуты, они, по крайней мере, могут затем рассчитывать получить игровую инициативу. Япончинцев с шайбой. Бросок! Был момент для того, чтобы добить шайбу. Алексея Касаурова не вышло. И казанцы тут же выбираются из собственной зоны. Жестко встречает сейчас Корнеев. Корнеев встречает казанского нападающего. Да, не пропустил он Алексея Тереченкова в зону. Легко вошел Япончинцев. Передача. Сейчас, очевидно, обратный пас. Нет, бросок с хода. Поспешил немножечко. Спешит немножечко. Розин. Хороший перевод. Пас. Корнеева. Япончинцев. Главный, главный организатор всего это Япончинцев. Корнеев замах. Бросок очередной. Бросок много бросают армейцы. Еще минута и 10 секунд в их распоряжении. Япончинцев проталкивает шайбу на пятачок. Касаурову бросать не дают. И есть возможность выбросить шайбу у казанцев. Более того, этот самый выброс шайбы получается в контратаку вырастает. Илья Никулин. Да, Никулин здесь кое-что сделал для своей команды. Но он с трудом возвращается на свою позицию. Успевает. В четвером казанцы по-прежнему еще 40 с небольшим секунд. Они в меньшинстве. Паршин, Никулин и Широков сменяют у армейцев первую тройку. Выброшена шайба из зоны Акбарца. Семчук начинает атаку. Ну, собственно, еще даже не начинает. Вот только сейчас играет с Денисом Паршиным. Меньше, чем полминуты в распоряжении армейцев. Вторая попытка реализовать большинство и времени на это остается в обрез. Никулин не без доли фарта сохранил шайбу. Ну и похоже, что уже шансов забросить в большинстве практически и нет. Белов за собственными воротами, а играть в большинстве пять секунд. Активен Белов. Вчера он смотрелся прекрасно. И сегодня, мне кажется, один из тех игроков ЦСКА, который сохранил достаточный запас сил на четвертый матч. Широков с шайбой. Вот Белов отсекает соперника, выигрывает шайбу, передает партнеру ЦСКА в зоне атаки. Первая пятерка почти в полном составе сейчас на льду у Казанцев. Бурная реакция трибун, посчитавших, что остановили нападающего армейца с нарушением правил, а тем временем хоккеисты Акбар сорганизуют контровый подбросок. Кудюков относовал защитнику и бросок получился опасным, хотя и не сильным. Не сильным, но здесь очень неловко доставал шайбу Семчук. Опаснейший момент передача на пятачок на Алексея Морозова. Тот бросал сходу и контровый под армейцев. Владимир Жарков продрался чужим воротом. Ну, и бросок был не в никаким острым, да и угол тоже. Дошло дело до выяснения отношений. Да, здесь маленький Семаков и гигант, гигант-защитник. Ну, гигант-защитник. Здесь, смотрите, вот повтор игры в большинстве. Опять япончинцев попытается повторить вчерашний номер со второй забитой шайбой и броском в ближний угол. Но инцидент сейчас заканчивается решением Буланова об удалении. По всей видимости, Виталий Прошкин и Дмитрий Упер отправлены отдыхать без каких-либо дальнейших последствий, так что в равных составах будут команды. Ну, Прошкина мы видели в борьбе с Семаковым, да, если это можно назвать борьбой. А вот что там делал Упер, да, что там делал Упер, трудно там сказать, но вот и Семаков здесь у калитки находится рядом с Упером. Переступает, да, через порог, соответственно, это означает одно из двух в данном случае. Или дисциплинарный штраф, или они получили две минуты опы. Сейчас будет объявление. С формулировкой за грубость отправлены на скамью штрафников Виталий Прошкин у Акбарса и два хоккеиста у ЦСКА Дмитрий Упер и Алексей Семаков. Тем не менее, армейцы в четвером и Казанский Акбарс получил небольшое, а если говорить по большому счету, большое преимущество. Выбрасывают шайбу из своей зоны армейцы. У Акбарса на реализацию лишнего вышли Степанов, Терещенко и Воробьев. Тройка атаки и вместе с ними девятый номер Андрей Первышин, пятый номер Илья Никулин, парозащитник. Никулин шайбой переадресует ее Первышина. Тут обратно на Никулина. Бросок! Семчук! Не только ловит шайбу, но еще пытался переадресовать ее на Никитенко, вот только не успел. Раздался свисток арбитра. Ну вот эта ошибка судьи типичная для хоккея, когда арбитр не видит шайбу и дает, опасаясь инцидента в этот момент какого-либо, выдает свисток, а игрок продолжает какие-то свои действия. В данном случае Семчук хотел отыграть шайбу партнеру и отыграл уже. И в этот момент уже в догонку раздался свисток, который привел к выбрасыванию в зоне команды ЦСКА. Невозможно с вами не согласиться с одной стороны. С другой стороны на фоне тех ошибок, которые вы уже видели по ходу нынешнего плей-офф, это в общем не самое большое. Ну и атак нюансы эти, знаете, бывают иногда решающими. Но мы видели нюансы в нескольких сериях, в том числе и с участием этих команд, когда это приводило собственно Дагу уже к более серьезным эпизодам. Да, да. Япончинцев выбрасывает шайбу из зоны. Корнеев пытался переадресовать и уже партнер под синюю линию. Контр-атак у армейцев не вышло. 45 секунд еще играть им в меньшинстве. Лучшее звено от парса. Да, появляется на льду от парса. Пока Прошкин отдыхает его, соответственно, в первой пятерке реализации большинства сменил Игорь Щедилов. Но пока в этом звене лучшим, конечно, является Зиновьев. А вот Жиру здесь буквально перед вратарем подключается, исполняя уже роль с такого столба, ватерпольного столба. Зарипов за ворота и оттуда Морозов делает передачу на Зиновьеву. Не получился бросок у Зиновьева, не дали ему комфортно бросить. Подходит к концу время штрафа у армейцев. Буквально ну, собственно, вот уже и в полном составе армейцы. Контратаки не получится. Поехал сразу же меняться Упер, поэтому не был готов к тому, что последует ему передача. Казанцы же попытались сходу организовать еще одну атаку, не получилось. И Даня Зарипов сейчас теряет шайбу, в том числе и к тому, что приходилось бы ждать с тем, чтобы забраться в зону, потому что еще не выкатывался из нее партнер. Команды в равных составах, хотя Симаков продолжает находиться на скамье для штрафников. И только сейчас, вот когда раздался с листов, появляется на льду. 16 минут и 50 секунд отыграли команды в первом периоде без заброшенных шайб, что является, наверное, лишним подтверждением тому, что много заброшенных шайб мы сегодня увидим едва ли. Ну и тем важнее будет первая, которая даст большой перевес команде, которая выйдет вперед. Перевес не только по счету, а может быть даже и не столь. Три минуты до сирены об окончании первого периода. Симаков устремляется к шайбе, вброшенной им в зону. Очень жестко Симаков боролся сейчас, несмотря на то, что он явно уступал и в росте, и в весе сопернику. Штурбак, бросавший нескими секундами ранее поворотом, сейчас едва не сумел сохранить шайбу в чужой зоне и все-таки не вышло. Тройка Упера, Жарков, Упера, Симаков на льду у армейцев. Четвертое звено на площадке у казанцев, Юньков, Обуков и Мусатов изумел остановить шайбу Обуков. Мусатов вчера важный шайб. Вчера отличился, он буквально выручил команду вчера в трудный момент, но сегодня тяжело, тяжело катается весь Акбарс. Видимо, вчера они уже перевели. Вот опять борьба. Вчерашний матч, конечно, дался им нелегко. Все-таки армейцы имеют какой-то психологический перевес с точки зрения поддержки публики, своих зрителей, своей площадки. В этом смысле им полегче. И фактор того, что они выиграли как раз последнюю встречу, потому они на подъеме еще и по этой причине. Четвертое звено Акбарса уступило место третьему, которое очень и очень неплохую смену провело в зоне Семчука. Полторы минуты до завершения первого периода. Хороший пауз. Добрышкин на Михайлова. Тот вернул шайбу Добрышкину. Добрались до чужой зоны армейцы. Передача на правый фланг Антон Белов. Вот мощный Белов прокатывается за ворота, отбрасывает партнеру и возвращается быстро на свое место. По его, правда, подстраховывает здесь Япончинцев. Вот он с шайбой. Хороший пас. Передача Япончинцева момент был у Добрышкина, который в прошлом матче отличился как раз по очереди за неполных две минуты забрасывали Япончинцев и Добрышкин. Ну вот и повтор этого момента. Смотрите, прекрасный пас, но судьба, судьба в лице Норнина, конечно, была на стороне Акбарса. Норнин упал, просто потерял равновесие. Ну вот небольшое непонимание между арбитрами и казанскими хоккеистами. Это вызвано удалением. Мик Норнин при этом подъехавший показывал, что шайба попала ему в шлем и потому игра должна была быть остановлена, никакого удаления не могло быть, потому что надо было останавливать игру в тот момент, когда уже был бросок. Ну, реагирует на это Беллидинов, однако Гуланов совершенно определенно решил этот эпизод, разрешил этот эпизод, хотя спор по-прежнему продолжается, надо бы уже вбрасывать шайбу, решение принято, что о чем-то можно говорить дальше. Но мы видели эпизод в первом матче, когда спор хоккеистов с арбитрами затянулся более чем на 5 минут, так что, в общем, это еще небольшой по меркам этой серии был спор. Япончинцев, Касауров, Немировский, Корниев и Розин. Первая пятерка ЦСКА вышла на реализацию и будет у них минута с небольшим до конца первого периода и если не забросит, то, соответственно, еще порядка 50 секунд на старте второго периода. Останавливает Шайбу Норанин. 20-я минута первого периода, тяжелая, изнурительная, жесткая борьба. Вот так можно охарактеризовать вкратце то, что мы увидели в первом периоде на поле. Я бы, наверное, добавил при этом равное. Наверное, да. Наверное, так, наверное, более точно. Причем с большим процентом ошибок, которые, конечно, вызваны и усталостью, и важностью, и вот этой вот ситуацией, когда ошибка просто исключена из действия игроков. Да, любая ошибка может стать фатальной. 50... 56 секунд будет в распоряжении хоккеистов ЦСКА на игру в большинстве во втором периоде. 0-0, как итог первых 20 минут. Нородина. Никитенко, Михайлов, Добрыжкин. Против них Бадюков, Казеонов и Головин. Контратаку Акбарса не получится. Яновак переадресует шайбу направо, но Казеонов остановить ее не сумел. Семчук по борту достается игроку Акбарса шайба, а Бадюков переводил шайбу на Казеонова. Могла бы быть и опасная ситуация, если бы Казеонов сумел нанести бросок. Тем временем Добрыжкин всем видом показывал, что будет делать передачу, затем бросил, но смутить Мику Нородина этим не сумел. Напомню, в эти самые ворота вчера во втором периоде примерно на этой же отметке переправил шайбу Юрий Добрыжкин, но примерно на этой отметке. Шла 17-я минута второго периода, сейчас 11-я. Скрытный, скрытный, сильный, точный бросок Добрыжкина, но Нородин виртуозно ловит шайбу. Упержарков и Сибаков выходят на лед у ЦСКА. И первая тройка Казани Зарипов, Диновьев, Морозов. По ходу матча сегодняшнего, кстати, не так часто встречаются друг с другом тройки Япончинцева и Зиновьева, как мы привыкли по предыдущим трём встречам. Зиновьев продрался, казалось бы, уже на пятачок, но просто-напросто не хватило времени. Выбрался он из-за ворот, попытка бросить в упор не проходит, тем не менее шайбу продолжают контролировать Казанца. Алексей Морозов много ошибок, много. Непривычно много ошибок у Алексея Морозова. Думается, в первую очередь это всё-таки физическое состояние и потеря формы из-за пропущенных матчей, из-за потерянного времени опять. То есть не только тот факт, что он болел, но и то, что он из-за этого пропустил и растерял форму. Владимир Жарков входит в зону, оставляет шайбу Яну Платилу, бросок, Дородин отбивает шайбу перед собой. Чуть-чуть не поспел к шайбе Жарков. Мне кажется, вот второй период сейчас большая часть его уже прошла. Мне кажется, на первый план выходят вратари в сегодняшнем матче. От них, судя по всему, будет зависеть конечный результат. И от количества сил, которые всё-таки остались у кокеистов уже. Вот сейчас вторая половина второго периода. Этот фактор, наверное, с каждой минутой всё больше будет иметь значение. Активно борется за шайбу, потеряв её в чужой зоне армейцы. Смена идёт по ходу. Дальние передачи казанских защитников. Попытка по-прежнему длинным пасом начать атаку. Но армейцы готовы к этому. И в свою очередь нет-нет, не разжимают пружины. Билов бросился под шайбу. Кто-то из игроков от парса, это Илья Никулин был принял он на себя этот бросок. Контер-атака казанцев. Хороший пас, но Воробьёв, да, не смог принять шайбу и она, скользнув по крюку, ушла в лицевой борт. Обмениваются острыми эпизодами команды. Денис Паршин набирает скорость. Пока что он один, поэтому, собственно, и бросать стал. Другого варианта не было. Выбрасывает шайбу из зоны казанца и уже теперь Степанов пытался убежать в контратаку. Не вышло Белова опередить. Какая-то стихия, да, наблюдается последние две-три минуты на площадке. Встречный хоккей. Мне кажется, эмоции сейчас уже преобладают над разумом. Да, видимо, тактики на время забыто. Обухов и Мусатов вдвоем в зоне ЦСКА. Против них два защитника, вернее, защитника-нападающий. Корнеев и Ипанчин. Выскакивает в среднюю зону Паршин. Идет партнеров, но никто, некому, некому было поддержать. Длиннющий, я даже сказал, получил смену Паршин. Только-только появился на льду Касауров. Пятнадцатая минута второго периода пошла. Юньков налево. Мусатов пошел в зону, бросок. Семчук шайбу не поймал. Но, тем не менее, перевел ее в угол. Хорошо обороняются армейцы, что-то они помогают друг другу и ведут парный так называемый отбор. Очень неплохо оказаться тяжело в углах. Как правило, Циска выигрывает шайбу победу. Дэвид Немировский за воротами Акбарса. Передача назад. Штрабак стал бросать в сходу. Попал в итоге в Головина. Но шайба не покидает зону Акбарса. Касауров, снова Штрабак. Снова набрасывает и на сей раз попадает уже в Новака. И вновь не удается выбросить шайбу Казанцев. Борьба за шайбу напряженнейшая выходит в итоге. Шайба из зоны Казанцев, но под контролем армейцев. Вадим Япончинцев. Да, вот светлая голова. Штрабак поторопился. Светлая голова Япончинцева, которая вводит игру, вот эту стихию в какие-то рамки, разумные рамки, в которые просматривается мысль. Повтор одного из опасных моментов, которые были у ворот Мики Норнин. Ну, а вот это эпизод, когда не сумел бросить Владимир Воробьев. Если бы сумел, то бросал бы фактически в ближнюю половину ворот, которая была бы пустой. Юрий Добрыжкин сбрасывает шайбу в зону. Добрыжкин, Никитенко и Михайлов. Садится на соперника, но все равно шайба проиграна. Абадюков. Один, один, один. Заброс. Непривычно выглядит так пар. Столько заброс фактически в зону атаки и борьба за шайбу. Прессинг, прессинг, прессинг. Весь второй период сплошной прессинг. Добрыжкин подобрал шайбу, вошел в зону. Никитенко бросает, добавить некому. Выбрасывает шайбу из зоны Кадиона. Не будет проброса. Демчук оставляет шайбу партнером. Азолин не торопится начинать атаку. Смена по кругу шла у армейцев, да и у казанцев появились на льду у Акбарса Морозов, Зиновьев, Зарипов. Жру и щадилов. Такая сейчас пятерка на льду у казанцев. Еще просто не успел появиться Прошкин. Сейчас уже его на льду. Вот Морозов по большой дуге в зоне атаки держит шайбу. Пытается сыграть с партнерами, но армейцы на чеку. И здесь не получается, не получается у Акбарса. Атаки с розыгрыша выскакивает в контратаку ЦСКА и вот Опер. Передача на пятачок, вот только на пятачке никого не было. Да, давно я не видел, что Прошкин просто выбрасывал, не глядя шайбу из зоны, сделал проброз. Давно. Видимо, на пределе, на пределе действует На пределе физических сил, видимо. Да, на пределе сил действуют обе команды. И даже такие опытные игроки, как Прошкин, уже не рискуют. И это при том, что Акбарс сейчас, да, который вроде бы как имел возможность получить день отдыха дополнительный, если затянется серия магнитки с Омском, сейчас напротив рискует вместо отдыха еще получить и пятый матч. Но сил, похоже, действительно немного. У казанцев, я не думаю, что их намного больше у армии. Очередной проброс. Я думаю, что у ЦСКА вот эти вот факторы в своем поле. Может быть, молодость. Больший процент молодых игроков может быть это. Эмоциональный фактор. Как-то сыграет, да. Не наличие физических сил, а просто эмоций в данном случае уже. Настрой на борьбу. Армейцам отступать некуда. Позади Москва. В прямом и в переносном смысле. Если ЦСКА сегодня проиграет, то сезон для армейцев, вообще для московского клубного хоккея закончится. Ну а если выиграют пятая игра в Казани? Бросок. Норанин отбивает шайбу. Добавить вновь не получается. Опережают армейцев в борьбе за шайбу казанских игроков. Но они очень опасно в борьбе. В борьбе против одного казанцев в контратаке. О, великолепно сыграл защитник. Лег на линии паса и ликвидировал опаснейшую атаку Акбарса. Ответ армейцев. Широков отпасовал на штурбака. Тот пытался бросить. Львиная доля бросков армейцев сейчас, которые наносят хоккеиста ЦСКА, на самом деле не долетает до Норанина еще. Две с половиной минуты до завершения второго периода. Минимален перевес гостей. 1-0. Единственную шайбу на старте второго периода организовали казанцы. И автор этой самой шайбы сейчас на льду. Четвертое звено Акбарса Обухов-Киньков-Мусат. Все-таки вот второй период заканчивается. Можно как-то сделать вывод. Все-таки игра Акбарса содержит элемент тактики. Вот эта попытка начать и пройти среднюю зону длинным пасом она просматривается на протяжении второго периода. А на стороне ЦСКА в основном эмоции и индивидуальные действия. Но более скоростные, надо признать. Две минуты остается до завершения второго периода. Немировский потерял клюшку. Так что сейчас армейцы четыре человека по сути играли. Добрышкин выскочил вместо него. Япончинцев за собственными воротами. Для армейцев безусловно важно крайне важно постараться еще до перерыва. Забросить шайбу. Тем временем Котор-атаку получается у казанцев пройти сейчас передачу Будюкова на Казионову. Того был бы шикарный голевой момент. Борьба всей площадки. Азолин снова Белов за собственными воротами. Пошла последняя минута первого же периода. защитник за искать. Тем не менее достал из шайбы Штурбаху. Купер выручает Норин. 23 секунды до окончания второго периода вбрасывание в зоне казанцев. еще есть время за искать для того чтобы поатаковать. Можно вспомнить как вчера концовку Акбар проводил когда на последние 5, на последние 4 секунды периода Велелединов выпускал первое звено в расчете вот за эти секундочки имеющиеся все-таки выиграть какую-то отдельную отдельную микробитву забросить шайб. Да, последние нюансы вот такие которые возникают тренер стремится использовать и это характерная черта работа Велеледина он располагает хорошим составом и смело варьирует его в ходе матча. 20 секунд остается у команд для того чтобы продемонстрировать себя во втором периоде армейцы пытаются завладеть шайбой в чужой зоне Лямин против него два хоккеиста из Казани вот сейчас удается выбросить шайбу а может быть еще и на контратаку хватит времени Алексей Морозов входит в зону Штурбак его переигрывает и звучит сирена которая возвещает о том что два периода позади одна заброшенная шайба Дмитрий Обуков на старте второго периода вывел Казанцев вперед я бы отметил как ключевой еще один момент в этом периоде Казанцы сумели забросить сумели повести в счете и сразу после этого была у них возможность для того чтобы отличиться еще раз они играли в большинстве играли здорово но ЦСКА продержался возможно это был один из ключевых моментов матча не скажешь что изобилие голевых моментов в этом матче у команд можно наверное говорить о том что очень и очень ощутима уже физическая усталость и у тех и у других причем у Казанцев она наверное даже в некоторой степени более ощутима причина причина ли здесь в первую очередь в домашнем людей для армейцев может быть в некоем более эмоционально высоком тонусе или может быть просто в том что команда в среднем по возрасту игроков моложе какая-то из этих причин а может быть их совокупность позволяли армейцам быть быстрее и мобильнее по ходу сегодняшнего матча как и вчера тем не менее результат по крайней мере после двух периодов 1-0 в пользу казанского Акварца опасный момент на излете 35 секунды первого периода Алексей Морозов наносил бросок Семчук выручил и ответ ЦСКА Япончинцев в передаче на Касаурова тот сходу бросал не точно да начало матча проходит во взаимных атаках по прежнему средний темп и вот такие лишь четкие организующие действия ключевых игроков в частности у ЦСКА Япончинцева позволяют создать ну если не 100% то похожие ситуации на голевые вот сейчас наброс едва шайба не клюнула за спину Норрена на ворота прижимает шайбу от греха подальше да не рисует Семчук здесь тоже понимая положение и своих партнеров и вообще положение на табло которое мы наблюдаем уже в течение полутора часов 0-1 ЦСКА проигрывает коснулся шайбы Дэвид Немиров и рукой но в принципе если бы не касался все равно она двигалась выше ворот вторая минута третьего периода Степанов но это пас никуда правда выручают партнеры там Воробьев Степанов Терещенко Воробьев вторая тройка казахского Акбарса Терещенко за воротами выбирается делает передачу Воробьева тот набрасывает шайбу на ворота Степанов всячески мешал Константину Семчуку но не настолько чтобы Семчук эту шайбу пропустил не удается выбраться из зоны армейцам никак Да Акбарс так подтушивает подтушивает армейское звено никак вот наконец сильный пас Передача на Егора Михайлова проходит другое дело что Михайлов все-таки не тет а тет с голкипером выскакивал Илья Никулин успел его накрыть Передача под синюю линию назад оказывается неудобной для приема уже видимо подуставшим за предыдущую смену Андрея Никитенко появляется вот за искать Никулин Паршин и Широков все-таки запрос и передним игроком передний игрок Разин первым на шайбе только выбрасывает ее неудачно серия неточна с передач как следствие у Акбарс появляется возможность выйти из зоны более того выйти из шайбы через пас Юнькову шайба достается но добраться уже не удается втроем участвовали там да и судья здесь но слава богу не пострадал обошлось да вспоминаю недавние трагические события в одном из предыдущих матчей Денис Паршин перехватывает шайбу в чужой зоне убрал одного хоккеиста Акбарса второго с неудобной стороны низом пытался запустить шайбу в дальний угол не вышло бросок Розина от синей линии реагирует голкипер Акбарса и уже Казань пытается довести дело до контратаки подняты вверх у рука арбитра сейчас смена идет и у тех и у других не торопится из-за своих ворот выводить шайбу Сергей Розин ну наконец да арбитр дает свисток потому что не спешил Розин вывести шайбу был отложенный отложенные нарушения отложенные вбрасывания точнее было нарушено правило вне игры арбитр поднял руку держал ее и до тех пор пока она не вышла он ее бы не опустил но Розин передержал явно передержал поэтому судья остановил матч и назначил вбрасывание армейцы выиграли Штербак Штербак и платил снова чешская пара появляется на льду у ЦСКА Жарков Упер и Симаков Симаков так как буквально на лыжах слаломист проходит несколько игроков Акбарса забрасывает но сил уже нет нет с трудом Симаков выходит обратно из зоны опытный Штербак здесь высматривает вдали своих партнеров платил набирает скорость вбрасывает шайбу в зону первым должен быть игрок Казанского клуба и в итоге сейчас еще и контратака может получиться Данис Зарипов Зарипов Бадюков и Морозов тройка на льду сейчас у Казанцев очень характерно сейчас вот Симаков проскочит нет не успевает характерно посмотрите как идет возврат после срыва атаки с каким трудом игроки прилагают огромные усилия чтобы успеть успеть назад это признак того что команда действует на пределе своих сил игроки измучены измочали конечно этим противостоянием в четырех матчах первая пятерка Акбарса на льду сменился уже Бадюков появился Зиновьев Морозов шайбой передача адресована была Зиновьеву ему не достается не достается и Данису Зарипов и Панчинцев и Корнеев просто выбрасывает шайбу из зоны у Раймона Жиру приличный гандикап ему здесь собственно волноваться не о чем Зарипов Зиновьев возвращает шайбу Зарипову попытка бросить это даже не похоже на бросок то что сейчас сделала Зарипов смотрите как он катится на замену все все силы оставляют Дениса на последних уже на морально волевых по сути уже действуют и те и другие одна единственная шайба если мы ее увидим много будет зависеть от ошибок она может стать решающей потому что права на ошибку как раз и нет ни у тех ни у других она неизбежна может быть потому что все таки игра она и состоит из ошибок и игра в меньшинстве в большинстве вот эти два элемента они наверное все и определяют потому что на тонкой нитке все висит на тонкой нитке 14,5 минут до завершения третьего периода Упер Михайлов и Добрыжкин нападающие Симаков и и Азолин пара защитников у ЦСКА Серещенко Степанов и Воробьев нападающие Акбарса вбрасывают шайбу в зону Казанцы да в таких ситуациях в таких боях в хоккейных боях вот такого рода конечно очень важен хоккейный заводила в команде который может потащить за собой партнеров показать пример через силу сделать что-либо что-либо такое что поможет партнерам стряхнуть усталость преодолеть ее Добрыжкин потерял шайбу и сейчас еще получит две минуты штрафа вот собственно тяжелейшее испытание сейчас будет для армейцев говорили мы уже собственно минутку назад о том что удаление в такой ситуации когда уже силы практически закончились и у тех и у других удаление могут сыграть решающую роль 6 минут и 16 секунд отыграли команды в третьем периоде Юрий Добрыжкин вошел в зону потерял шайбу и убегавшего ну уползавшего уже собственно убегавших практически и нет сейчас на льду уползавшего от него соперника зацепил получил две минуты возвращается на лед первая пятерка Акбарса Зиновьев Зарипов Морозов Жиру и Прошкин я смотрю на выбрасывание Зарипов стоит опираясь на клюшку пас Зиновьев конечно свежее свежее своих партнеров лучше выглядит он сегодня перехватывает шайбу ну собственно как и обычно Вадим Япончинцев выбрасывает шайбу из зоны 25 секунд продержались армейцы не могут войти в зону даже смотрите имея численные численные преимущества с трудом с трудом не могут пройти просто стоящих на синей линии армейцев Симаков едва не перехватил шайбу Зиновьева Зарипов Морозов нет это не Морозов Жиру Жиру смотрите делает передачу через круглый пор здесь платил ботается буквально с двумя игроками Акбарса и ЦСКА пытается действовать армейцы Япончинцев передача на Симакова тот не смог остановить шайбу сам же ее отобрал и положение вне игры Япончинцев не успел выехать из зоны с огромным трудом покидает лед первая пятерка Акбарса сил нет ни у кого уже собственно и путь сейчас счет ничейным наверное команды бы согласились на буллитах плавно бы катились к буллитам ну вряд ли так уж плавно но тем не менее думали бы о том что наверное буллиты не худший вариант в каком-то и Азолин не знаю даже как назвать это положение 11 секунд втроем азолин ну собственно со всех сторон наблюдали в этот эпизод 11 секунд в пятером против троих вбрасывание в зоне Семчука и после этого еще минуту 50 в пятером против четверых 6 5 4 секунды бросок Семчук шайбу ловит здесь принципиальный момент не то что отбил или нет а именно то что поймал шайбу претензий собственно к игре Семчука и Нородина сегодня наверное и нет хотя работы у них меньше чем в предыдущем матче ну и на действия голкиперов безусловно тоже этот изматывающий режим сказывается так что 1 секунда до выхода четвертого игрока успеет он добежать четвером уже армейцы да поддерживает партнера контролирует шайбу Корнеев ошибается ошибается гроба но правда в итоге да шайба оказывается упер совершенно случайным образом полторы минуты у ЦСКА еще на игру в меньшинстве до того почти 2 минуты то есть без малого 4 минуты подряд Акбарс в большинстве если казанцы забросят то шансов спасти эту встречу шансов продолжить эту серию у ЦСКА будет минимум выбрасывает шайбу вновь армейцы с одной стороны да казанцы немного созидают но для них для них даже если не забросить это еще 2 минуты потратить на 2 минуты ближе к победе вот так можно сказать да время бежит для армейцев значительно быстрее чем для казанцев Мусатов перехватывает шайбу естественно Япончинцев переводит шайбу направо на Касаурова 50 секунд еще в меньшинстве играть армейцев смена идет по ходу Япончинцев покидает площадку появляется Никитенко Штербак Белов не успел поменяться Касауров у казанцев на льду четвертое звено по прежнему вот уже не первое не второе уже сейчас большинство играет четвертая тройка казанского Акбарса и опять Мусатов активнее всех Абухов держит держит наверное защитнику ну молодец он здесь владеет собой полностью смотрите аккуратно переводит шайбу партнера опять получает обратно армейцы закрыли самый опасный участок перед воротами 10 секунд до появления пятого игрока у ЦСКА передача на пятачок борьба за шайбу отбрасывает ее с пятачка Белов Касауров который по прежнему на льду потому что нет нечего покинуть лед вернулся на лед сейчас Владислав Азолин в полном составе армейцы и у них чуть меньше 10 минут на то чтобы забросить в ворота Мики Норранина сегодня это не удалось сделать пока что ни разу Казанцы сумели переиграть Константина Семчука один раз но в том случае если ЦСКА за 9 с половиной минут не забросит ни разу этого будет достаточно Широков переводит налево быстрая атака Паршин в зону вошел сложно даже сказать что это было это было в сторону ворот в направлении да а что это было трудно сказать вы правы Корнеев выбрасывает шайбу из зоны и она попадает к судье информатору но Буланов привозит шайбу в зону Семчука и показывает место выбрасывания Выстояли армейцы на протяжении почти что 4 минут подряд играя в меньшинстве но выстоять для ЦСКА мало команда проигрывает и для того чтобы отыграться времени все меньше смена собственно приближает сейчас Казанский Акбарск к выходу в финал Ну что характерно матч большого напряжения минимальный счет обычно в этой ситуации лавка я имею ввиду скандил запасных команды буквально будоражит команда обычно стоит сейчас мертвые мертвые совершенно положение все сидят видимо сил не осталось совершенно используются секунды для отдыха на 100% борьба за воротами Семчука Розин играет с Корнеевым получает обратно шайбу Никулин теряет шайбу на выходе из собственной зоны неприятности из этого для армейцев не вырастает но время-то бежит Лямин сейчас за воротами Семчука появляется возможность сделать передачу на Дениса Паршина тот набирает скорость входит в зону вбрасывает шайбу самому себе на ход но Паршин хорошо там держит но все-таки все-таки увлекается увлекается индивидуальной игрой теряет шайбу Казанца выводит ее в среднюю зону Зарипов тоже здесь завертелся как Юла потерял ориентировку и вместе с ней и шайбу первая пятерка Казанского Акбарса первая пятерка появляется и у ЦСКА на льду Япончинцев первого на шайбе пробрасывает ее по борту Виталий Прошкин опережает на долю секунды Касаурова выходит из зоны Казанцы Сергей Зиновьев передача на Морозова не проходит перехватывает ее Дэвид Немировский контратак но здесь собственно оставление должно быть оставление бросок бросок мощно очень мощно но и мимо и ответ гостей передача Назарипова Семчук отбивает шайбу перед собой опаснейший момент по пальцам пересчитать схватка в воротах продолжается опять платил и как ни странно Прошкин 7 минут и 25 секунд до завершения третьего периода вспышка эмоций вот повтор этого момента вот здесь Семчук и все что было потом сбрасывание сбрасывание в средней зоне на синей линии ЦСКА будет выигрывает сбрасывание Никитенко Одна единственная шайба отделяет казанский Акбарс от московского ЦСКА но этого будет достаточно если армейцы не сумеют забросить у них для этого 7 минут ну собственно 7 минут и Акбарса для того чтобы забросить еще но для казанцев сейчас наверное задача формулируется иначе сил настолько мало и у тех и у других что для казанцев задача просто продержаться да было бы хорошо забросить вторую шайбу но главное не пропустить ЦСКА по-прежнему устремлен вперед но ошибается Розин вынужден опять опять начинать от печки от ворот Семчука важная такая ошибка ведь съедает 15-20 секунд времени это минимум даже если контратаки у Акбарса не вырастает а время сейчас оно убегает со страшной скоростью от ЦСКА да что-то надо делать что-то надо делать возможно оставшееся время следует провести может быть в три звена может быть еще более коротким составом но сил-то нет сил нет у ЦСКА практически вот я смотрю третий период проходит без таких голевых ситуаций броски конечно есть но голевые ситуации которые позволяют поражить народу их нет лямин пытался набросить шайбу на ворота не получилось помешал ему Мусатов Баршин Акбарс активно противодействует началу атаке армейцев располагаясь сперва на чужой затем на своей синей линии 6 минут до завершения основного времени этой встречи будем пока говорить так Никулин да разгоняется Никулин сможет он поскачить в середину ну это уже пытался перевести шайбу на партнера получилось перевел на головина казанцы просто выбрасывают шайбу вопрос одной шайбы будет она или нет по сути именно так формулируется задача для ЦСКА или не пропустить задачи для Акбарса на оставшиеся минуты да средняя зона да средняя зона становится практически непроходимой уже для обеих команд они ее проходят броском броском забрасывая шайбу в зону атаки изнуряющей получилась эта серия Упер получает передачу от Симакова вошли в зону армейцы и придется все начинать сначала с трудом вот Симчук под дальнюю синию партнером Жарков через борт пытался сыграть Симаковым не вышло начинают торопиться армейцы время подгоняет положение вне игры разводит руки в сторону Симаков где тонко там и рвется похоже что было положение вне игры было безусловно но вот это несогласованность она уже характерна для такого состояния команды уже растворяется внимание уже ноги не держат и где нужно притормозить уже просто не хватает реакции выигрывают вбрасывание армейцев в первой половине матча значительно чаще выигрывали вбрасывание казанцы сейчас примерное равенство в последние минуты ну в третьем периоде скажем так опытный Прошкин держит шайбу правильное в общем решение и вот хороший пас хороший пас по такой ищерине Морозов опасный бросок получился пяткой отводит шайбу в сторону Симчук и и передача на пятачок под бросок Зиновьева у того не получился бросок Зиновьев Назарипова вот сейчас первое звено казанского Акбарса два подряд опасных момента создает даже три в общем может быть с небольшой натяжкой держи держи Розин устремляется вперед один-один проскочил Касауров возвращает шайбу Розина уже в чужой зоне какой момент где шайба шайба у Мики Норанина шестнадцать минут и две секунды значится на табло стадиона на Ленинградском проспекте в Москве возможно это был последний третий возможность у него реальная в этом матче может быть это единственный момент который был в ЦСКА в третьем периоде может быть он и останется единственным когда можно было спастись есть еще без двух секунд четыре минуты в распоряжении хозяев льда для того чтобы забросить выигрывают сбрасывание Михайлов набрасывает опаснейший момент еще один Михайлов это ворот опасный получился это атака армейцев и она еще не закончена в прыжке рукой останавливает шайбу кто-то из казанцев выбрасывает из зоны Никитенко за собственными воротами переправляет шайбу на Штурбака передача у Штурбака получается в никуда Тереченко рассчитывал сделать пас на Воробьева не получилось Степанов оттеснили его от шайбы три с половиной минуты есть у ЦСКА Лямин Никитенко надо забрасывать но не дают не дают казанцы ничего сделать Добрыжкин сбрасывает шайбу в зону всей пятеркой меняются армейцы Белов платил Никитенко Широков и Паршин появляются на льду казанцы просто держат шайбу за воротами пассивно встают и просто каждая секунда для них сейчас ведь для ЦСКА секунды улетают со страшной скоростью а для Акбарса тянутся они ощущают ведь каждую секунду наоборот 17.01 показывает табло на стадионе это все что осталось возможно все что осталось от полуфинальной серии Белов и Платил Никулин Паршин и Широков тройка нападений и пара защитников у армейцев четвертое звено на льду и у казанцев Обухов Юньков и Мусатов Паршин шайбэйн Паршин скользит скользит но успеет успеет очень хорошо все делает но уже нет сил на завершающий бросок Широков против него два игрока Акбарса подъехал Паршин помочь Белов борется за шайбу снова выброшена шайба из зоны Акбарса Никулин платил 2 минуты и 20 секунд остается до сирены об окончании третьего периода просто-напросто забросить шайбу в чужую зону и меняться Казионов обозначает борьбу Казанцев в чужой зоне но по сути сейчас уже не до борьбы в чужой зоне Казанцев 2 минуты до конца третьего периода Япончинцев Белов вбрасывает шайбу в зону Мика Норанин греха подальше отбрасывает ее в угол Немировский не удается ему остановить шайбу у Казанцев в принципе была возможность для контратаки а сейчас будет проброс проброс вбрасывание в зоне атаки ЦСКА и что Пыков что Пыков минута и 42 секунды до завершения третьего периода такого момента может больше не быть для того чтобы взять тайм-аут тридцать секунд для того чтобы донести последние какие-то установки для своих подопечных и тридцать секунд для того чтобы перевести дух потому что в распоряжении ЦСКА сто две секунды за это время можно успеть спасти встречу ни одной шайбы пока что не забросили сегодня армейцы в их распоряжении сто две секунды для того чтобы это сделать Немировский и Симаков стройка от атаки ЦСКА Корнеев и Розин первая пара защитников повторное вбрасывание в зоне Акбарса думается что можно было бы рискнуть можно было бы рискнуть потому что добиться потом вбрасывания в зоне Акбарса возможно не удастся и Панчинцев против Зиновьева выбрасывает Зиновьев в шайбу из зоны Семчук вступает в игру в итоге шайбы достается Алексею Морозову бросок гол спустя за минуту и 25 секунд серия закончена до Сирены которая теперь уже наверняка станет финальной Сергей Зиновьев ставит победную для Казани точку 18 минут и 35 секунд на табло начинают покидать трибуны болельщики ЦСКА рассчитывали они до последнего верили в чудо ну и в общем это чудо вполне могло произойти да я вот все-таки возвращусь к тому моменту к тому вбрасыванию которое было несколько перед этим перед этой задней шайбой да вот конечно задним числом говорить не очень не очень может быть хорошо но тем не менее шанс был дважды было вбрасывание в зоне Акбарса армейцы не рискнули заменить вратаря получили встречную фондратаку и по существу потеряли шансы пройти в финал перед началом этой серии в чудо немногие болельщики ЦСКА у специалистов наверное и подавно верили вчерашняя игра ЦСКА против казанцев показала что шансы на это чудо были да и сегодняшняя игра по сути абсолютно равная игра в которой и те и другие играли из последних сил и силы эти покидали игроков уже по ходу матча игра в которой казанцы сумели забросить на второй минуте второго периода и до последних минут армейцы еще имели шансы спасти эту встречу завершается по сути за полторы минуты до сирены об окончании третьего периода после шайбы Сергея Зиновьева армейцы в контратаке но скорее всего это последний всплеск эмоций последний последнее огорчение меняется ищут со всей силой опасный момент есть еще время 33 секунды 33 секунды до завершения третьего периода как бы не завершилась эта встреча и как бы не завершилась эта серия я думал сказать об этом через 33 секунды скажу сейчас как бы оно не завершилось я думаю болельщики ЦСКА эту команду которая впервые за полтора десятилетия всерьез и реально боролась до самого конца последнего матча плей-офф за медали чемпионата страны поблагодарит теперь уже пришло время Белелетинову брать 30 секунд Быков сейчас устремился к своим игрокам что можно изменить это достаточно много выбрасывание в центре площадки которое необходимо выигрывать армейцам доставить шайбу в чужую зону параллельный Симчук бежит к своей скамеечке и в шестером против пятерых секунд 20 будет в распоряжении армейцев если описанный мной сценарий произойдет времени в обрезке тем не менее еще остается маленький шанс на чудо маленький шанс на чудо который армейцы могут попытаться реализовать решающие решающие секунды сильнейшие составы на льду Немировский Симаков Корнеев и Розину ЦСКА первая пятерка против них на льду у Агбарса Зарипов против него Японченцев 20 секунд до сирены Немировский пока за собственными воротами армейцы Корнеев Симаков не сумел остановить шайбу вбрасывает шайбу в зону ЦСКА Казанцы 10 секунд побежал меняться Симчук Норанин поднята рука арбитра остановлена на отметке 19.57 возможно 19.56 до удаления до удаления фиксирует Буланов и последний последние секунды этой драмы 6 игроков на льду ЦСКА 4 на льду Казанского Агбарса 19.57 если не подправит временно электронном секундомере судьи сейчас каждая секунда имеет значение но собственно разговора об этом похоже нет так что 3 секунды есть у ЦСКА в шестером против четверых все кто не покинул лед после второй пропущенной армейцами шайбы не лед а трибуны весь стадион на ногах на ногах обе скамейки и армейцы и казанцы 19.57 на табло 2-1 впереди Казанский Агбарс в серии в этом матче последние секунды периода возможно встречи и серии выигрывает бросование казанцы Илья Нипуллин пробрасывает шайбу по борту выскакивают все на лед Казанский Агбарс с неимоверным трудом доводит дело до победы в четвертом матче выигрывает серию со счетом 3-1 и отправляется в финал следует поздравить конечно казанский Агбарс который в тяжелейшей борьбе я могу сказать что в равной борьбе в равной борьбе если учитывать два матча в Казани и два матча в ЦСКА добился победы но мы думается должны и все-таки отдать должное молодой армейской дружине которая в Москве полностью перевернула представление о себе которая осталась после матчей в Казани вернусь паузы январь граждан и январь борьбе борьбе в Земле борьбе январь Еще один шанс и еще один матч ЦСКА против Атбаса. После третьей игры в серии армиицы дали слово продолжать выступление и жалея сил. Экономия этих самых сил теперь неуместна. Четвертая встреча. Второй день подряд впервые полный за сезон трибуны. Команда Быкова старается и пытается обыграть казанцев. С легкой руки чемпионы во втором периоде оформили первую шайбу в матче. Гости щекотали нервы и удвоили преимущество только на 19-й минуте третьего периода. После такого кто-то предпочел закрыть глаза и покинуть трибуны. Тяжелая игра была до последней секунды. ЦСКА здорово выглядела. В результате хороший темп игры было тяжело. И все же они ответили. За 33 секунды до финальной сирены армейцы забивают самую настоящую шайбу престижа. 1-2 в матче, 1-3 в серии. К сожалению, сегодня не смогли победить. Но претензий к ребятам у меня никаких нет. Это хоккей. Победил сильнейший. Поэтому сейчас команда будет распущена на какой-то период. И будем готовиться к следующему сезону. А вот так они уходили со льда. Проиграли полуфинал, но сделали большой шаг вперед в своей новой истории. Наталья Кларк, Вячеслав Медведев, Вести Спорт.